Если вам предложат на улице пустой ярко-желтый пакет с надписью «Добрые вещи», не пробегайте мимо. Такая вещь обязательно пригодится, заверяют организаторы нового благотворительного проекта. В любой квартире найдутся старые и лишние вещи, которые кому-то могли бы еще послужить добрую службу. Их можно сложить в желтый пакет и оставить возле мусорного бака. Малоимущие и бездомные заранее будут знать, что в кульке что-то полезное. Такая форма помощи давно существует во многих европейских странах. Одесса – первый город в Украине, где проходит подобная акция. Благотворительный проект придумали и организовали обычные студенты. Вы можете все старые вещи сложить в этот пакет и вынести вместе с мусором, положить рядышком с альфатором. Люди, которые в этом нуждаются, они просто его заберут с собой. Я понял, но это мало мне. Мы дадим вам больше. Все, хорошо, спасибо. Ну, наверное, хватит. Я вам, ангела-хранителя, всем желаю. Желтые кульки также будут продавать в одесских супермаркетах за символическую цену. Пакеты почти прозрачные. Так и задумано. Сразу видно, что в обычном пакете бытовой мусор, а в этом пакете вещи, они чистые, они сухие. Так как пакет достаточно герметичный, в него не попадает влага, и он целый, и никто не побрезгует его взять. Мы видим по улицам много людей, которые бездомные, и им нужны эти вещи. И хотелось бы дать им возможность не просить у кого-то их, а просто взять. Волонтеры напечатали полтысячи пакетов, и все они уже в деле. Одесситы кладут в кульки все, что угодно. Старые принтеры и видеомагнитофоны. Всякую посуду и килограммы добротной одежды и обуви. Я вкладывал много своих вещей, потому что я занялся спортом, поправился, и у меня оказалось очень много свободных вещей. Поэтому все, в принципе, все, что и было, я недолго думая, это я дал. Я принесла одежду. Ну, это хорошая одежда, но просто она по каким-то причинам уже не нужна. Что-то маленькое, что-то большое, что-то я взяла свое, что-то мамино. Она принесла, потому что, мне кажется, когда люди помогают кому-то, они в то же время помогают себе. Пакеты для добрых вещей планируют сделать еще крепче, а со временем раздавать упаковки разных цветов, чтобы секонд-хенд можно было распределять по категориям. Организаторы надеются, что акция в Одессе приживется.